Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Лигеры. Ну что же, во-первых, хочу поздравить всех с наступившим Новым Годом 2020, и это первая серия у нас в этом году. Ну что же, поехали, начнем мы с вами, пожалуй, с турнирной ареной. В данный момент я нахожусь на Лиге Сегунов, одна звезда, ранга 95. Надо это дело, естественно, исправлять в лучшую сторону. Так, Джейми, Денис и Мария. Давай начнем, наверное, с Марии, я думаю, да? Возьмем Леонардо и будем отыгрывать с вами слабых персонажей, это которые у нас будут, наверное, с 45 уровней. И начнем мы, пожалуй, с Кренга, Слэша, Шредера и Донателла Ведения. Я думаю, что здесь все у нас получится хорошо, потому что Леонардо, естественно, сейчас делает свою супервертушку. И вот эта вся вражеская команда должна сразу упасть. Проверим. Так, Лео, не подкачай меня, родной. И он меня не подкачал. Вы сами все видели, все идеально прошло. Ну что же, мы сразу двигаемся дальше. Я надеюсь, сегодня мы доберемся с вами до Лиги Сегунов. Три звезды. Потому что у нас неделя заканчивается, а вы знаете, что на этой неделе у нас разыгрывается Усаги. Да-да, именно он. Ну что же, поехали тогда дальше. Уже 78-я позиция. Ким, Келли и Евгений. Будем играть, наверное, против Евгения. Так, Лео, давай возвращайся, потому что мы еще не отыграли наших слабых персонажей. У нас их очень-очень много здесь. 10 откатиков всего лишь у нас существует. Ребят, ну, то есть 10 боев мы сможем с вами сделать на Лео. Но я думаю, что где-то уже на 55-х, да, наших героях мы с вами перестанем использовать Лео. Так, отлично. Продвигаемся, естественно, с вами дальше. Сегодня, кстати, у нас испытание будет. Да-да, по-моему, тоже на Усаге, если я не ошибаюсь. Кстати, друзья, я хотел вам кое-что сказать. Смотрите-ка. Помните, мы с вами в испытаниях не могли пройти вот это вот. Сцены насилия. Помните, да? Босс, который все время меня крэшил. Ну, игру крэшил, да, и я не мог пройти. Друзья мои, как видите, я полностью ее прошел. Я не знаю, что случилось. Он также кричал, также использовал свой вот этот вот ультразвук. Но, тем не менее, игра у меня не вылетела. И благодаря этому я прошел полностью вот это вот испытание. Так что, друзья, в копилочку еще один плюсик. Так, ну что же, поехали. Да, ребята, у нас до начала 45 минут. Блин, елки-то и палки, друзья мои. Ладно, фиг с ним. Мы пройдем с вами сегодня. Городская война, тени на солнце, да? А уже, может быть, вечером. Да, скорее всего, вечером я попробую поиграть в эксперт Усаги против техники. В любом случае, нам не хватает совсем чуть-чуть, да? Чтобы Усаги у нас смог праполться. А точнее, давайте-ка глянем, сколько нужно... Так, 40... Нет, не 40, друзья мои. 38 ДНК. 38 ДНК нужно, так что, если мы даже набьем с вами где-то 10 ДНК на испытании, да? Плюс неделечка у нас закончится. Ну, даже, предположим, мы с вами будем в Лиге Сегунов 3 звезды. То есть, в любом случае, Усаги у нас прапается. Так что, все у нас отлично складывается. Ну, что же, мы продолжаем с вами битву. Заур, Кирилл и Юг. Я думаю, что возьмем Заура, да, наверное? Так, 19 и 15, да, будем драться именно с ним. Так, Леонардо в откат идет у нас, естественно. 45 уровни пока еще у нас дерутся, поэтому будем все это с помощью Леонардо исправлять. Как только дойдем до 55 наших игроков, да, наших героев, тогда сразу Леонардо мы исключаем из команды и будем своими силами здесь продбиваться. Ох ты, смотри-ка, выжил у нас Бакстер Стокман, но я думаю, что это ненадолго. Постепенный урон. Повесь, пожалуйста, Майки, я умоляю тебя. Ха, добил. Малорик. Ну, что я могу сказать? Двигаемся с вами дальше и, наверное, еще 2 или 3, чтобы нам перейти в Лигу Сегунов 2 звезды. А может быть и больше. Посмотрим, куда нас сейчас бросят. На 48 позицию, да, скорее всего, где-то еще боя 4 нам придется с вами сделать. Слушай, это очень много и долго. Максим, Иисус и Генри. Давай возьмем, наверное, мы с вами Иисуса, да? Вот так вот. Берем здесь, опять же, Леонарда. И, ой, друзья мои, еще очень много 46-х. Так, потом полтинники пойдут. Вот где-то начнется у нас все с Усаги, да? Когда мы дойдем до Усаги, естественно, мы перестанем брать Леонарда. Но враг тоже будет крепким. Так что не стоит забывать об этом. Так, тут кто у нас? Сувер, Вика, я даже не знаю, друзья. Давайте, наверное, возьмем Сувера. Вот так вот, да? Потому что у него больше кубков. 20 штук аж целых. Так что, я думаю, надо вот этих вот ребятурочек сюда же. Ну, погнали. Монда Гека, конечно, сюда вообще не вписывается, если честно. Вот в эту компанию. Так же, как и Эйплил. Ну, посмотрим, сколько здесь упадет у нас противников. А падают они все. И это очень хорошо. Потому что никто даже не получил у меня повреждений. Идеальная победа. Двигаемся дальше. Сейчас посмотрим, куда мы с вами переместимся. Была 48-я позиция. Становится 39-я. Как-то кисленько мы с вами продвигаемся, если честно, друзья мои. Ладно. Так. Анимеш. Станислав и Настя. Ну, что, возьмем тогда, наверное, мы с вами Настю. Да, у Насти больше всего кубков. Поэтому надо именно с ней бороться. Чтобы у нас очень хорошо шел прогресс. Погнали, короче. Так, Настюна. Я надеюсь, ты сопротивляться тут не будешь слишком сильно. Да? Сейчас морозимную кошку мы сразу, наверное, вырубим. Отлично. Остается только лишь левую. И мы, конечно же, его добиваем. Изи. Тут по-другому не сказать. Ну, что же. Двигаемся дальше. И я надеюсь, еще где-то 2 или, может быть, 3 боя нам осталось. Для перехода в следующую лигу. 24-е, да? Получается, да, где-то 2 боя нам еще нужно будет сделать. Валерия, Нурлан и Алексей. Алексей, Алешенька, сынок. Давай с тобой подеремся, Леха. Что ты сразу зажался-то? Не бойся, я слишком сильно бить не буду. Ну, что, друзья, мы уже подходим. Подходим к Усаге. Я, наверное, в следующем бою мы уже будем драться с вами сами. Без Леонарда. Так, сейчас посмотрим, как у нас тут пойдут дела, во-первых. Так, супервертушка. Ага, Роксты остался в живых. Ну, давай попробуем, наверное, вот так вот его мечом пробить. И у нас получается это, друзья, получается очень даже хорошо. Двигаемся, продвигаемся с вами дальше потихонечку, но уверенно. Так, какая позиция? Давай 12-ю. 11-я, ух. Ну, что же, еще один бой, и мы с вами перейдем в следующую лигу, да? Кто здесь у нас напрашивается? Напрашивается у нас Донна и Санти. Ну, я предпочитаю драться с Санти, потому что здесь все-таки 53-й, да? 54-й уровень, это максималочка, поэтому давайте возьмем, наверное, нашего паучка. Так, Ваньку-стиранка. Возьмем, естественно, Усаги. Рискую, но я возьму. И, наверное, мы с вами возьмем нейтрализатор сюда. Вот такая вот команда у нас с вами получается. Давайте попробуем справиться. Ну, что же. Паучок, давай свою паутинку бросай. Нормуль. Так, Усаги проапывает всю нашу команду. Так, контратака практически повисла на всех, кроме паучка, да? Слушай, я, наверное, провокацию брать не буду. Давайте-ка мы с вами, наверное, сделаем... А хотя, почему не взять-то? Он у нас как раз под контратакой. Давай возьмем. Давай возьмем. Он будет в крайнем случае... Тихо, тихо, тихо. Бибубчик, успокойся. Ему, кстати, не повезло. Сейчас каждый сходит, да? Я надеюсь, мы его вырубим. Ага. Нет, мы его не добили, к сожалению. Так, только не дадут хиляться. А он будет хиляться, да ведь? Точно, он захилялся. Друзья, у нас массовых атак сколько? Мало, да? Получается, только лишь у Ваньки стиранка. Да что же вы будете делать, а? Ты посмотри, что делают. Друзья, у нас хилера здесь нету. Поэтому все очень опасно. Я бы сейчас... Сейчас мы можем здесь проиграть, скорее всего. Так, минус один только лишь. Оу, массовая атака от Дони. Мы его убрали с пулей боя. Так, теперь, наверное, добьем... Давай-ка, наверное, мы Бибубчик отсюда уберем. У него двойная атака, потому что она мне не нужна. Дальше добиваем с вами вот этого вот. Опа! Как это так? Как это так не получилось? И... Хорош! Массовая атака, да, пошла? А нет, друзья. Смотрите-ка, Тимми-то выжил, выстрел. Он все-таки молодец, он крутой. Не зря я на него сделал ставочку. Он, как видите, не подвел нас. Ну что же, а мы с вами двигаемся дальше. И, надеюсь, уже сейчас перейдем в Лигу Сегунов Две Звезды. Мне бы этого хотелось. Да, друзья. А позиция у нас 95-я. Кстати, не самая плохая. Ну что же, поехали тогда далее. Итан, Алекс и Шон, да? Получается, давай, наверное, будем драться с Алексом. Две Звезды. И, да, я так понимаю, он уже в Сегунах. А у нас, друзья, вот такая вот команда получается. И потом еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще, наверное, два боя, и мы пойдем с вами на испытание. Так, ну что, погнали. Начинаем с Карайки. Так, Майки укрепляет свою команду по атаке. Змея Карай кричит. Ммм, замедлили. Да елки ты, палки. Вражеский Майки решил подхилять всю свою команду. Ну что, давай, Армагоша, не подведи меня. Сделай максимальный урон, пожалуйста. Слушай, ну неплохо. Змей Ковьюн, я думаю, сейчас добьет здесь двоих. Двоих, да. Все удачно. Так, заблокировали нам способности. А мы сейчас проведем атаку Донателлы. Ну-ка. Изи. Ха-ха, отлично. Слушай, ну не зря я его прокачивал. Надо будет еще маленечко подкачать, где-то до 80 уровня. Или будет все у нас вообще в шоколаде. Так, ну что, двигаемся с вами далее. И мы перемещаемся на 82 позицию. Отлично. Так, еще, как я вам говорил, у нас будет два боя. Костя, Сальваторе и Марк. Кого возьмем, друзья? Естественно, кого-нибудь послабее. Я думаю, что это будет у нас Костя. Ну что, Костян, ты готов? Я думаю, что он готов, друзья. Так. Раз, два, три. Короче, мы с вами возьмем Лео здесь и потом еще... А, у нас еще и Бакстер Муха здесь живой. Ладно, хорошо. Он пригодится нам для следующего боя. Ну что, погнали. Начинаем с массовых атак. Зэк бросает бомбочку на замедление. Она очень хорошо срабатывает. На всех причем. Рокзара ставим в провокацию. Теперь, наверное, мы с вами уберем с поля боя... Да-да, именно Майки, потому что он у нас хилер. А нам хилеры здесь не нужны. И железноголовый делает массовую атаку. Ух! Всех положили. Одним, как говорится, залпом. Ну что же, продвигаемся с вами дальше. Давайте посмотрим, куда нас переместят с вами. На какую позицию. Наверное, где-нибудь 72-я, да? Ага, 69-я. Это даже лучше. Ну что, друзья, у нас с вами последний заключительный бой на лиге. Я, наверное, буду драться в этом случае, скорее всего, от Ноунейм. У него больше всего кубков. Поэтому я беру Леонарда, Арфаэля, Майки. Беру Муху. И кого-то придется брать слабенького. Это... Оу! Давай-ка мы возьмем с вами Супершреддера. Хм-хм. Блин, надо будет его прокачивать, да? Для того, чтобы он действительно был у нас мощным пареньком. Так, ну что, делаем уклонение. Это в первую очередь. Если хотим выжить здесь. Так, дальше вертушка от Леонарда. Я думаю, что этого будет достаточно. А нет, ничего подобного. Я рисковать не буду. Возьму провокацию на нашего Рафаэля. Так, что у них тут? Давай-ка попробуем, наверное, мы с вами Бакстера Стокпана наказать. Получится, не знаю я. Нет, но защиту мою мы понизили. Это факт. Так, ну, слышу конец. Да, мы его добили. Опачки, волна. Вот это плохо, друзья. Но, как видим, постепенный урон ни на кого не повесился. Значит, все. Значит, здесь мы выигрываем в сухую. Отличненько. Ну что, давайте посмотрим, куда нас переместят, чтобы дальше знать, что нам делать с вами. Так, я думаю, где-то будет 52-я, 54-я позиция. Ммм, 56-я, да? То есть, друзья, ну, возьмем в расчет то, что я буду работать. Да? Где-то меня опять скинут в Сёгуны, скорее всего, одна звезда. Это плохо на самом деле, потому что мне, как минимум, нужно находиться в Лиге Сёгунов в три звезды, если мы хотим с вами заработать и прапать Усаки и Эдзимбо. Ну, ладно, в общем, время покажет, а мы с вами отправляемся. Нет, конечно же, не в магазин, а на испытания. И у нас с вами Городская война тени на солнце. Эпизод первый, где разыгрывается ДНК на Карайку. Кстати, не очень хороший мне дали выбор, да? Как видите, 76-й это максимальный уровень, это ЗЭК. То есть, где-то мы с вами можем дойти до 6-й или 7-й, ребята, эпизода. Вот так вот. Ну, это, опять же, моя предвариловка, я точно вам сказать не могу. Знаю, что здесь три волны, и можно ставить на автобой, потому что они без меня здесь очень хорошо смогут справиться. Самое плохое, что вот в этой команде у нас нету с вами хиллера. Да, здесь нет хила, поэтому здесь только кто у нас. Есть провокатор, да, это Рахзар. Есть дамагеры, это ЗЭК и Крис. Есть массовики, это Ванька Стиранка и Бакстер Стокман. Как-то вот такой командой нам придется с вами продвигаться. Ну что, друзья, ДНК на Донателло. Давайте, поехали сразу же, без компромиссов. Будем их всех бомбить здесь. Опять же, три волны, так что все должно быть хорошо. Давайте делать массовые атаки, чтобы быстрее здесь продвигаться. Ничего страшного здесь нет, нам они, как говорится, в дальнейшем не пригодятся именно вот на этих маленьких сладеньких уровнях. Так, ну что, давай бомбанем, наверное, вот так вот. Пробиваем, естественно. И массовую атаку просто-напросто вот в смертельную волну от Бакстер Стокмана. Так, и остается лишь у нас Ванюша, да, со своей пулеметной дробью, если, конечно, до него очередь дойдет. Дошла, и он всех, естественно, валит. Так, ну что, друзья, отлично. Быстренько мы с вами продвигаемся и поехали дальше. Вот единственное, что надо было мне серию начать снимать немножко попозже, потому что я думал, что на самом деле уже у нас, как тебе сказать, что испытания у нас вот эти вот на Эксперте уже открылись. А вы видите, да, 31 минута еще в ожидании, и только после этого он откроется. Да, вы не увидите, как я буду у Саги бомбить, но это уже не главное. Вы это все прекрасно видели. Главное, чтобы нам накопить как можно больше ДНК. Вот наша первостепенная, как говорится, задача. Ну что, поехали дальше. Городская война на тени на солнце, и у нас ДНК на морозильную кошку. Опять же, я повторюсь, что, по-моему, на морозильную кошку у нас все отлично собрано, да, и в принципе нам ДНК на нее не нужно. Но в любом случае можно будет это все, друзья, разбирать на сюрикены. Лишними, как говорится, они не будут. Так, давай-ка посмотрим, что у нас тут впереди. Бронированные тараканы. Бронированные тараканы, это все для нас ерунда. Мы их разбираем с полточка, тем более тридцатый всего лишь уровень. Отлично. Они даже не успеют, честно сказать, сделать ход, как мы их всех тут разберем. Нормуль. Ага, тут у нас морозильная кошка, майки и стрелозат. Ладно, погнали. Стрелозат минус. Так, ну-ка, с прыжком минусанули. Так, пробьем. Ну, куда мы денемся с вами? Так, морозильная кошка минус и майки, конечно же, тоже минус, друзья мои. Довольно неплохо, да? Ну, противник легкий, тридцатый уровень всего лишь был. Так что радоваться пока рано. Впереди все самое интересное. Так, морозильная кошка ДНК мы получили и тут у нас на майке. Кстати, майки этот тоже у нас прокачан полностью. А вот уже на Кунаичи, на Алапекс и на Шенигами, и тем более на Сплинтеры, да, эти ДНК, конечно, нам нужны, но, поверьте мне, до Сплинтера мы с вами не доберемся, потому что у нас юниты наши, да, бойцы слабенькие, 70-го уровня. А там, по-моему, будут в 85-х. Поэтому, как бы, исключается тот шанс, что мы с вами вообще сможем пройти это испытание полностью. Были бы у нас другие персонажи? Да, без проблем. В легкую просто-напросто. Ну, такой команды, к сожалению, ну, это нереально сделать. Так, пробили. Давай дальше Смертельную волну просто сделаем. Так, майки, наверное, бомбанет. Ну, да, бомбит, но так как у него слабый уровень, естественно, он даже не может нам никакого урона нанести. Так, продвигаемся дальше и смотрим, кто здесь. Так, Донателло, майки и морзильная кошка. Давай я возьму, наверное, провокацию. И вот так попробуем сделать. Может быть, контратака ни на кого не повесилась. Ну, что же, морзильная кошка тогда и идет в отстой. Сразу же. Давай вызовем маузеров. И... Изи. Просто всех сразу нахрапом положили. Ну, что ж, друзья. Продвигаемся тогда с вами дальше. И там у нас кто будет сейчас разыгрываться. Так, Микеланджело это тоже пойдет у нас, как говорится, на разделку. А вот Эйприл Кунаичи это хорошо. Это мне нужно на самом деле. 55-е уровни уже у нас на подходе. Ребята, 4 волны. Погнали. Тут мы с вами, наверное, массовые атаки прибережем. Потому что, ну, противник не такой, конечно, сильный, как могло бы быть в дальнейшем. Но, тем не менее, мы не будем с вами распаляться по пустячкам. Мы и так с вами справимся с ними. Вторая волна. И здесь, опять же, у нас стрелозады и недобитые киборги. Ну, здесь, я думаю, можно бомбануть с гранатометика, да? Упс. Не добили малька. Ну, да ладно. И справляется это все дело очень быстро и легко с помощью наших персонажей. Так, переходим с вами на третью волну. И смотрим, кто здесь. Здесь у нас Кейси Джонс, Донателло и два стрелозади ждут. Давай-ка сделаем, наверное, массовую атаку. Вот так вот. Два стрелозада упали. Так, минус Донни и минус, я так понимаю, Кейси. О, Кейси выжил. Это интересно, друзья. Это интересно уже становится. А что же такое он крепкий-то? Слушайте, надо будет взять, как говорится, на заметочку, что Кейси Джонс довольно сильный чувачок. Так, ну что, Кунаичи? Минус. Смертельная волна. Так, никого не заразили, да? Жаль. Так, попробуем с вами уничтожить. Да ладно тебе. Слушай, Лео крепок был. Крепок. Ничего не могу с этим поспорить. И сказать, и сделать. Так, ну что, друзья. Друзья, мы с вами переходим на следующую, на следующий эпизод, да? Так, ну, Эйплил Кунаичи, это хорошо. Она действительно очень нехило бомбит, поэтому на нее ДНК очень ценный. Так, что у нас там в магазине? Колодочка, что ли, откатилась? Да? Собственная персона. Давайте посмотрим, что нам здесь, друзья, выпадет. Так, ну как всегда, кстати, в последнее время мне мутагеноиды уже, по-моему, 3 или 4 раза подряд выдают. Так, ну здесь, как мы видим в магазине, ничего приобрести мы не можем. Да, нам и не нужно, если честно. По монеткам пока все кисленько. 100 монет нам нужно. У нас 81, чтобы взять 3 ДНК на шинегами. Ладно, друзья, поехали. Нечего тютюкаться здесь. И у нас разыгрываться будет здесь Алапекс. Вот Алапекс, в принципе, тоже. Подожди-ка, она у нас случайно не прокачана уже? Алапекс-то наша? Или я чего-то путаю? Ага, друзья, не прокачана. Надо еще 98 ДНК на нее. Поэтому, как вы понимаете, это все нам... Нет, подожди, нам это все пригодится. Ну, как же долго мы на нее будем копить? Но единственное, что можно будет, когда шинегами мы с вами подкрываем, да, полностью прокачаем ее, можно будет искать или покупать за те же самые монетки ДНК на Алапекс. Да-да. Но, правда, по 3 штучки это все очень долго. Но другого все равно выбора у нас нет. Так, минус. Переходим на вторую волну. И здесь у нас 3 лазад и 3 киборга. Ну, давай массовую атаку сделаем от Ваньки Стиранка. О, Ванюша, а что так слабенько? Я думал, что ты всех сможешь подбить. Но не тут-то было. Слабоват почему-то Ванюша у нас. 60... А, так, друзья мои, у него 60-й уровень, и мы воюем против 60-х. Поэтому все ясно, почему у нас здесь так кисленько все идет. Ну-ка, посмотрим, как Маузеры здесь сработают. Вообще великолепно. Минус Киборг. Этого тоже добиваем. И последняя, заключительная волна здесь у нас. Алапекс и Кейси Джонс вместе с Рафаэлем. А мы с вами сделаем вот так вот. Посмотрим, что нам даст. Так, контратака только лишь на Ваньку Стиранка упала, да? Ладно. Алапекс, наверное, нам нужно убрать отсюда. Хотя, по идее, желательно бы уничтожить Рафаэля. Постепенные уроны. Это великолепненько, на самом деле. Я думаю, что мы сейчас его добьем. Так. Смотрите-ка. Не хочет, не хочет, друзья мои, погибать. Ну, потому что мы не дали сработать постепенному урону. Мы их так в рукопашку завалили всех. Ну что, друзья, довольно неплохо. И я смотрю, у нас еще жизненный запасик есть. И я думаю, следующий эпизод мы тоже с вами пройдем. Может быть, не так, конечно, легко, как этот. Но постараемся. Так, лисичка у нас в кармане. И мы переходим на шенегами. Это, наверное, друзья мои, будет последний бой. Так, хотелось бы посмотреть. 75 уровней. Слушайте, это очень-очень сложно будет здесь драться с ними. Потому что у нас максимальный только вот зэк. Он 76 уровня. Остальные, как видите, 71, 74, Ванька, Стиранка и вообще 60. Так что я думаю, что они сейчас, естественно, в первую очередь будут его ложить. Так уж тут заточена программка, чтобы атаковать самого слабенького и ликвидировать его в первую очередь. Вот, да, ну, как вы видите, по инициативе мы с вами проигрываем. Причем очень сильно. Так, давай попробуем как-то устоять, удержаться здесь, друзья. Будем пробафивать своих персонажей волной. Да, волну придется, потому что у всех постепенный... Ой, у всех была повешена на контратаку бавка. Так, ну что, друзья, давай попробуем, наверное, вот так вот сделать. Пулеметная дробь. Будем с вами до последнего, как говорится, оберегать нашего Ваньку-Стиранка, чтобы его, естественно, не подбили. Наверное, на последних волнах, конечно, он отгребет по полной программе, но в данный момент будем его защищать. Так, переходим на третью волну из пяти. Так, ну здесь все легко, здесь киборги. Единственное, что мне не нравится, что у них массовая, ребята, атака есть. Поэтому нам нужно как можно быстрее сейчас их ликвидировать здесь. Так, минус один. Можно, в принципе, поставить... Давай-ка дополнительную защиту все-таки влепим. Я думаю, лишним она не будет. И дальше будем потихоньку их разбирать. Так, ну что, что он делает? Вы видите, да, массовые атаки. Так, они, видите, по Ваньку. Все именно в Ваньку бомбят. Потому что они знают, что он слабый. Слабое звено в нашей команде. Естественно, нужно его пробивать в первую очередь. Но... Эх, Крис-Крис, не пробил ты чутка совсем. Так, ну хорош, хорош уже буянить. Минус анули. Так, друзья. Четвертая, предпоследняя у нас волна. Здесь Лео, Майки. Так, и морозильная кошка. Естественно, нужно бомбить. Потому что я не хочу, чтобы Леонардо здесь отделал свой отхил. Нам нужно его накрыть. Попробуем супер-атакой. Ай-яй-яй, слабенько. А если вот так вот пробили? Отличненько. Так, морозильную кошку надо следующей, наверное, бомбануть. Сейчас Майки, наверное, сделает танец, да? На уклонение, я чувствую. На уклонение. Мы можем, знаете, что сделать? Попробовать. Блин. А там он захиляет. И этот хилер. И там хилка. И здесь хилка. Я не знаю, что нам делать. Промахнулись вообще. Ну, как видите, Микеланджело не стал делать танец на уклонение. Он поставил себе на отхил. Ой-ой-ой-ой, Ванюша, Ванюша. Не надо падать, родной. Стой до последнего. Я верю в тебя. Ладно, будем наказывать тогда с вами Микеланджело. В первую очередь, да? Отличненько. Теперь что ты делаешь? Что ты делаешь? Он все массовой атакой бомбит. Так, морозильная кошка ускоряется, да? А, снежок бросает. Враг Зара с оглушением. Ладно. Так, ну что, добиваем и берем в расход, как говорится, морозильную кошку. Так, бомбанем. Изи. Так, последняя волна, друзья мои. Тут у нас, ух, Шенегами, Кунаичи и Карачка. Это очень плохо, друзья, на самом деле. Попробуем постепенно... Мимо? Почему мимо-то? С чего вдруг вообще не попали? Эй, я так не играю, друзья мои. Так, смертельный поцелуй. О, все, друзья мои, Ваньку. Ваньку, наверное, сейчас мне все-таки добьют они. У нас провокации нету. Нету на Ракзаре провокации, поэтому... Да, Ванюша. Ну, такова твоя участь. Ты уж извини, я не со зла тебя взял в нашу команду. Можно было бы, конечно, и без тебя поиграть здесь. Но он все-таки неплохо. Так, массовая атака тоже, да? Ай-яй-яй, друзья мои. Ракзарчик бедный мой упал. Что же нам делать? Так, ну хотя бы шенигами мы подбили с вами. Давай-ка накажем, наверное, карайку. Потому что здесь уклонение. Я боюсь, мы с вами не сможем по ней попасть. По Кунаичи. А вот карайку мы убили с вами уже. Ну, пробуем. Отличненько. А вот так добьем? Мимо. Промахнулись. Так, веер бросает. Сейчас кого-то опять минус, да? Ха-ха. Криса Брэдфорда. Да, друзья мои. Ну-ка. Сможем мы все-таки подбить или нет? Сможем. Да, друзья. Из всей моей команды, как видите, остались только лишь двое. Ну, на сплинтера идти, как вы можете понять, уже смысла нет. Потому что нас там быстренько, очень быстренько разберут. Потому что там будут 80-е уровни. Если не верите, смотрите. Даже 85-е. Нет. Это смерти подобно. Туда нарваться я не буду. Ну что, друзья мои. 19 минут до, как говорится, усаги против техники. Пофармлю я, короче, это все дело. И посмотрим, сколько у меня там набьется ДНК. Может быть, даже нам надо будет остаться в Лиге Сегунов в 2 звезды. Не обязательно в 3 звезды лезть. Все это дело только из-за осколков. Ну что, друзья. На этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Так. Давай-ка мы здесь с вами обменяем. И, как говорится, увидимся уже в следующих новых видосиках. Всем до скорого. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok